Какое оптимальное количество витамина С стоит употреблять? В течение многих лет рекомендуемая дневная норма витаминов основывалась на профилактике дефицита с некоторым запасом прочности. Например, мизерное количество витамина С, необходимое для избежания цинги, не является идеальным для оптимального здоровья. Какое же все-таки оптимальное количество потребления витамина С? Давайте спросим наше тело. Как мы можем сделать это? Просто посмотрев, сколько тело поглощает и выделяет. Если вы проглотите таблетку с 15 миллиграммами витамина С, что равноценно тому, если вы съедите около четверти апельсина, ваше тело использует почти 90% из этого количества. Но если взять добавку, содержащую 1250 миллиграмм, то ваше тело, кажется, понимает, что это слишком много и прекращает всасывание на поверхности кишечника, и вы в конечном итоге поглощаете меньше половины. В экспериментах, в которых вы медленно повышаете уровень потребления витамина С, вы можете видеть, когда ваше тело начинает говорить «хорошо, мне достаточно». И этот предел насыщения соответствует около 200 миллиграмм в день. Когда вы употребляете до 200 миллиграмм в день, ваше тело всасывает все полностью без исключения. Но когда вы превышаете это значение, ваше тело пытается блокировать дальнейшее поглощение, вследствие того, что наша кишечная абсорбация витамина С развивалась в процессе эволюции так, чтобы полностью усвоить около 200 миллиграмм витамина С в день. Кроме того, витамин С реабсорбируется в наших почках обратно в нашу кровь, чтобы поддержать уровень витамина С в крови примерно в 70 или 80 микромоль на литр. Заштрихованная область на диаграмме показывает содержание при приеме витамина С около 200 миллиграмм в день. Так что даже если вы примете 10-кратную дозу витамина С, например, 2000 миллиграмм в день, ваше тело просто выведет излишек естественным путем, чтобы держать уровни витамина С в крови в этом узком диапазоне. Итак, основываясь на этих данных, можно было бы предположить, что 200 миллиграмм являются оптимальной суточной дозой витамина С. Вы можете подтвердить это с помощью данных о заболеваниях. При каком ежедневном потреблении витамина С самый низкий риск инсульта? Например, по-видимому, это значение около 200 миллиграмм в день. В то время как употребление витамина С, усваиваемого из пищи, было связано с более низким риском развития инсульта, добавки витамина С не показали такого эффекта, что согласуется с общим представлением о том, что антиоксидантные добавки в целом, по всей видимости, не защищают от сердечных приступов и инсульта. Но подождите, можете ли вы получить 200 миллиграмм в день, не принимая добавки? Вне всяких сомнений. Одна порция фруктов и овощей может содержать около 50 миллиграмм, поэтому всего лишь 5 порций фруктов и овощей в день может обеспечить вас идеальным показателем в крови. Субтитры создавал DimaTorzok